всем привет друзья и сегодня мы продолжаем серию выпусков по бандитскому петербургу если вы не смотрели первую часть где я рассказывал как зарождался культа вбп то крайне рекомендую ознакомиться по ссылочке в описании под этим видео ведь если вы посмотрите первую часть вам куда больше будет понятно так как изначально планировался цельный двухчасовой видос но в итоге по определенным причинам ролик пришлось разделить сегодня же мы будем говорить уже о второй части где я разберу приквел бп русский перевод ну и собственно первые два сезона бандитского петербурга барон и адвокат и да о сериале экспроприатор я говорит не буду так как по сути он с бандитским петербургом не связан хоть и рассказывает о прошлом барона ну еще кое-что на днях мне предложили взяться за разбор культовой экранизации по бессмертному роману михаилу булгакова мастер и маргарита видос предварительно выйдет только летом а вы пока напишите в комментариях хотели бы вы увидеть разбор на данный сериал ну да ладно давайте уже начнем или как говорится обо всем по порядку чтобы не выбиваться из колеи мы пойдем по хронологии событий где история начинается не в 90-х о чем повествует первый сезон бандитского петербурга на самом деле история данной вселенной начинается намного раньше в общем обо всем по порядку после завершения бандитского петербурга на экраны выходит его приквел под названием русский перевод который является экранизацией третьей книги андрея константинова из цикла бп под названием журналист часть 1 чьи события разворачиваются с 1984 по 90 года на территории йемена и ливии куда еще молодой андрей обновский был направлен в качестве военного переводчика по сути сериал русский перевод был поделен на две части повествования то есть первой части нам показывают молодого и неопытного военного переводчика андрея обновского который был только на пути становления эта часть сериала была разбита на 4 серии чьи события развивались в емени родина встретил у нас илью без особого энтузиазма мирную жизнь обходил трудно странная со мной творились вещи уже в ленинграде я заново переживал все что со мной случилось время я не мог засыпать раздеты не мог сидеть спиной к дверям меня просто трясло когда кто-то заходил ко мне за спину а уже второй акт повествования показывал нам сам путь становления главного героя что было разбито с 5 и по 8 серию чьи события уже развивались в ливии кстати вторая часть сериала уже имеет некоторое отношение к бандитскому петербургу потому как с 5 серии в русском переводе начинают появляться некоторые знакомые нам персонажи но об этом чуть позже кстати говоря русский перевод не является прямым приколом бандитского петербурга как я говорил о ранее а только косвенным ведь многих знакомых нам персонажей играли уже другие актеры к примеру об норского играл не александр домогаров как вы могли заметить по кадрам а никита зверев и если быть честным зверев в этой роли мне понравился даже больше чем домогаров я подозреваю что многие даже не смотрели данный сериал и именно поэтому жестоких спойлеров не будет качестве разбора я пройдусь по сериалу поверхностно только частично затрагивая некоторые важные моменты если же говорить в целом как по мне русский перевод довольно неплохой сериал с хорошей и крепкой историей из демонстрации хорошего понимания персонажа да и музыка здесь была также на уровне так как саундтрек сериал впрочем как и музыку писал снова игорь корнелюк в начале первой серии в 1990 году нам показывают главного героя андрея обнорского который сидит возле могилки по всей видимости своего близкого человека но кого конкретно авторы не уточняют затем нас перебрасывают 85 и рассказывают что собственно происходило до событий 90 года где молодого обнорского направляют в йемен военным переводчиком на кратом курсе восточного факультета ленинградского государственного университета меня распределили на практику в южные и впервые в жизни я покидал рубежи родимы уже пребывая в йемене по сути зеленым студентом и неопытным переводчиком обнорске оказывается втянут в военный переворот демократической республики йемен который возник в ходе противостояния южан и северян андрей не сердись мой народ не такой плохой просто мы разные вам трудно понять для особого понимания стоит сказать я как автор данного видео не читал ни одной из книг по бандитскому петербургу и по этой причине когда я первый раз смотрел сериал бандитский петербург я не понимал почему вихренко называл обнорского палестинцем однако уже в русском переводе на этот вопрос дается четкий и ясный ответ спустя несколько дней после пребывания в йемене обнорского знакомят с палестинским офицером и инструктором синди бадом синди бад свою очередь начинает обучать молодого переводчика боевым навыкам где чуть позже синди бад и обнорский становятся друзьями так собственно главный герой и получил прозвище палестинец среди местных и советских военно командующих я не так уж многому могу тебя научить есть два более серьезных учителя но пусть аллах убережет тебя от встречи с ними кто это первый учитель это день когда кто-то захочет тебя убить а ты сумеешь прожить его то чему могут научить эти два учителя нельзя получить ни от какого солнца и человека как и в бандитском петербурге в русском переводе присутствует отличный актерский состав чуть ли везде куда ни плюнь знакомое лицо или фамилия да и по качеству актерского исполнения все было также на уровне главный советник командира 7 парашютно-десантной бригады полковник громов наконец-то вы прибыли товарищ полковник уж мы вас так ждали ну вот и дождались так что теперь приготовьтесь всегда готовы товарищ полковник играть буду обоих как готов ну а называть вы меня можете дмитрий геннадьевич ладно завтра посмотрим на что вы способны уже в результате боевых действий обнорский становится свидетелем поневоле неких событий которые напрямую имели отношение к пропаже большой партии оружия в общем же концовка первого акта повествования была в духе бандитского петербурга без всяких там хэппи-эндов где завершение истории было весьма правдивым на выезде из гарнизона в коротком строю стояли 32 человек в пятнисто серо-зеленой форме это были все кто остался в живых из 853 солдат и офицеров 7 парашютно-десантной бригады южно-еменского спецназа спустя несколько лет после событий в йемене и приезда на родину обнорского отправляют уже в ливию где мы переходим ко второму акту повествования где собственно появляются уже новые персонажи о некоторых вы можете знать по бандитскому петербургу и таковых в русском переводе появляется 4 плюс один как за упоминание для подтекста здесь пока все что удалось не узнать это нужно передать ленинградскую прокуратуру там тоже работает мой давний друг сергей чилищев кто такой сергей чилищев думаю объяснять не стоит так как будущий адвокат в представлении явно не нуждается ну и коротко о тех кто уже появлялся в русском переводе сергей вихренко так же как и обнорский пребывая в ливии работал военным переводчиком и здесь его играет владимир эпифанцев а уже по приезду в россию вихренко сколачивает свою бригаду впоследствии начиная работать на гургена о чем нам уже повествует в первом сезоне бандитского петербурга где старого друга обнорского играл уже евгений дятлов женя кондрашов еще в русском переводе работал в милиции там его играл кирилл плетнев а уже в бандитском петербурге этого персонажа играл михаил пореченков который также ушел в бандиты да на меня не ссылайся потому что сам знаешь что я теперь для урбшников же ты чё в братву подался куда бы я не подался злодеем не стал и не стану бывший работник спецслужб роман константинович секторис появлялся как в русском переводе так и в бандитском петербурге только в русском переводе данный персонаж являлся еще полковником советских спецслужб где его играл александр облязов а уже в бандитском петербурге этот персонаж был по несколько другие стороны баррикад где его играл и юрий цурило ну и собственно лена ратникова только если в русском переводе ее персонаж был одним из ведущих то уже в бандитском Петербурге ее героиня была весьма второстепенной, которая появляется только в шестом сезоне, да и то в нескольких сериях. Как и в первой части повествования, во втором акте Андрей Обнорский становится свидетелем двойных игр советских спецслужб, что напрямую касается главного героя. И уже по ходу развития событий сериал предлагает неплохую детективную составляющую. Но об этом мы говорить не будем, так как в этой части сериала присутствуют большие спойлеры. В общем, последствия второго акта повествования приводят зрителя к сцене в начале сериала уже в 90-м году, только в более раскрывающем виде. Обнорский стал свидетелем и по сути участником военной операции советских спецслужб и узнал о том, о чем простым людям знать опасно. Главного героя оставляют в живых и после показанной финальной сцены сериала «Русский перевод» мы перейдем уже к части разбора «Бандитский Петербург. Барон и адвокат», так как барон напрямую продолжает историю как вселенной Андрея Константинова, так и самого Андрея Обнорского. Ну вот, собственно, и все. Я вот только одного понять не могу. Почему же сектори своего контора меня в покое оставили? Кстати, мне Серега Фихренко звонил. Он в Союзе. Ребят вокруг себя собрал. Рэкетом занялся. Меня к себе звал, но я отказался. Сказал, будем тебе всегда рано, палестинец. А я ему я теперь не палестинец. В общем, спи спокойно. Ну, что скажешь? Да все равно вам решать, а я свое мнение уже высказал там. Мне предпочтителен нулевой вариант. Нулевой вариант никогда не поздно осуществить. Только его потом не переиграешь. А его позиция, она может измениться. Позиция. И потом, чем мы рискуем? Ты же слышал. Идти ему все равно не к кому. Да и кто его будет слушать, начни он что-то рассказывать? Мигом бы в дурдом попал. К тому же в стране скоро начнутся большие изменения. Тогда вообще дело никому не будет до чьих-то рассказов. А парнишка перспективный. Ты заключение аналитиков читал? Ну вот. Так если мы каждому такому парню нулевку начнем устраивать, кто работать будет? С одними дураками и исполнителями дела не сделаешь. Куда он подался? В журналистику? В журналистику. Ну и пусть. Направление перспективное. Особенно сейчас. Пусть осваивается, работает. А мы проконтролируем. Даже поможем незаметно. Глядишь, со временем начнет что-нибудь интересное вырисовываться. Ну ладно, поехали. Нечего тут больше делать. Субтитры подогнал «Симон» События сериала «Бандитский Петербург. Барон» разворачиваются спустя два года после концовки русского перевода. А именно начало истории происходит в 92-м году, где по сюжету именитый вор в законе Юрий Михеев по кличке Барон со своим напарником грабят квартиру, наполненную антиквариатом некого банкира Монахова, который в связи со своей деятельностью был приближен к бандитским окружениям. Вместе с драгоценностями Барон прихватывает копию картины кисти Ребранта Эгину, заведомо понимая, насколько он рискует. Мы с тобой в опасную игру сыграли. Мишка Монахов – необычный насос. За ним серьезные люди. Тем временем Монахов обращается за помощью к питерскому крестному отцу преступного мира, Виктору Павловичу Говорову, более известного в криминальных кругах как «Антибиотик». «Антибиотик» просит найти картину одного из своих прикормленных ментов Гену Ващанова, который находился в довольно высоком звании. Позже проясняется, что похищенная картина являлась не копией, а оригиналом. Об этом чуть позже поймет и сам Барон. Данная сюжетная линия, как я и говорил ранее, была буквально повзаимствована из реальной жизни, а особенности отличия бандитского Петербурга от других бандитских сериалов заключается в том, что здесь, исходя из сюжета, показаны необычные преступления и махинации, которыми действительно промышляли в лихие времена. А скандал, возникший вокруг первого сезона, лишний раз это доказывает. Ведь нечто подобное где-то еще вы явно не увидите. И своего рода откровенность деятельности криминальных структур и отличает бандитский Петербург от большинства других проектов. Но вернемся к разбору сериала. Несколько позже Палыч находит напарника Барона и убивает. С Бароном также Палыч поступить не мог, так как что первый, что второй являлись законниками. Ведь среди коронованных воров безосновательный наезд друг на дружку был, мягко говоря, неприемлем в таких обществах. Так если вы точно знаете, что Барон эту хату ставил, почему же вы и сами не... Потому. В законе он. Тебе дороже может получиться. И учитывая данный факт, антибиотик прижимает Барона через своего прикормленного мента Гену Вощанова, который поручил своему подчиненному, оперуполномоченному Колбасову, взять Барона с Паличным. Голова старшего оперуполномоченного ОРБ Владимира Колбасова действительно не подкачала. И 6 октября 1992 года вор-лицидивист Барон вместе с несколькими последственными въехал на территорию известной питерской тюрьмы Кресты. И уже через Кресты Колбасов должен был разузнать у Барона, где старый вор упрятал картину. Собственно, вот еще на что предлагаю обратить внимание. Основой для сериала в каком-то смысле послужила стилистика документального кино, а именно свойственные переходы между сценами. Или закадровый голос автора, который озвучивает неизвестные или непредставленные в сериале сцены и события. Сама озвучка была продемонстрирована на высочайшем уровне Валерием Кухарешиным, да и музыка на заднем фоне придавала особый почерк. Главной страстью Виктора Павловича Говарова, носившего в определенных кругах кличку антибиотик, давно были не деньги и не женщина. Его главной страстью была власть. Также создатели пользовались тем же приемом, что и автор легендарного советского сериала «17 мгновений весны». Как бы внутренний манолог героя, который озвучивает свои мысли, пытаясь проанализировать тяжелую ситуацию или переживание. И самоосуждение заранее сделанное. Данный прием стал чуть ли не основой сериала, который также позволял больше понять зрителю в виде непонятных событий в действительно сложном повествовании. И самоосуждение заранее сделанное. Данный прием стал чуть ли не основой сериала, который также позволял больше понять зрителю, в виде непонятных событий в действительно сложном повествовании. Значит, всему причина картина рембрандтовская. На кого переключился монахов, когда решил, что я впал в маразм? На антибиотика. Тогда все. Полный провал. В момент совместных сцен Колбасова и Барона прошу обратить ваше внимание на очень удачный дуэт Кирилла Лаврова и Игоря Лифанова. Вот здесь прям чувствуется проделанная работа режиссера Владимира Бортко, под руководством которого даже второстепенные персонажи были сыграны более чем, не говоря уже о главных. К примеру, чудноватый опер Колбасов, да еще и с приветом, которого отлично сыграл Игорь Лифанов. Не знаю, как остальным, но мне Лифанов запомнился только лишь по серьезным ролям за счет брутальной внешности. Однако здесь он отыграл уже несколько иначе. И за это прям отдельный плюс не только актеру, но и тем, кто ставил данные сцены. К огромному сожалению, персонажу Колбасова была отведена только небольшая роль, которая появляется лишь в первом сезоне. Хотя, на мой взгляд, можно было развить как самого персонажа, так и его отдельную историю. Но вернемся к разбору. Когда барона стали уже прижимать, тот все же соглашается отдать картину при одном условии. Чтобы память вас не подвела, я хочу в газете о себе статью выйдет. Хочу очерк там или интервью какой-нибудь. Ну ты даешь, Саныч. Ну не ожидал. Я даю большое интервью. Утром вы приходите с газеткой, а я вам называю место. А ты, оказывается, комбинатор, дедуля. Я же что выдумал? Не ожидал. Не дурни других. С любым первым попавшимся журналистом я разговаривать не буду. А говорить я буду с Андреем Серегиным. Это наш, питерский. Здесь мы можем наблюдать довольно нетипичное развитие событий. Где сценарно эстафета главного персонажа и, так скажем, лица истории переходит в другие руки. Однако к этому мы сейчас вернемся. Появление старых персонажей в таком-то ключе также подается несколько иначе. Паренек действительно непростой. Во-первых, никакой он не Серегин. Это его газетный псевдоним. На самом деле, он Абнорский Андрей Викторович. По специальности историк-арабист. А чего это его в журналистику потянуло? Сложно сказать. У него в биографии очень много туманного. С 84-го года работал военным переводчиком. Был в Южном Йемене, Ливии. Персонаж же Барона, которого отлично сыграл Кирилл Лавров, был показан по-живому здорово, который отлично чувствуется. Покойному Лаврову удалось передать основу своего героя таким образом, что характерные для образа черты очень хорошо соблюдаются с точной последовательностью, который перед смертью передает бразды правления другому персонажу через интервью. И ответ на это, зачем Абнорскому весь этот геморрой, тоже дается. Но об этом чуть позже. Далее состоялось знаменитое интервью, что отсылает к реальным событиям. Как я и говорил ранее, прототипом для Барона является Юрий Алексеев по прозвищу Корбатый, который, как и Барон, является знатоком антиквариата. Да, интервью с вором в законе – это не сценарная выдумка, а реальный факт. Когда еще Константинов работал криминальным журналистом, у него состоялось интервью в тюремной больнице с тем самым Горбатым, который и поведал журналисту о мрачных тайнах Эрмитажа. Буквально то же самое мы можем видеть и в сериале «Бандитский Петербург. Барон». Только вот скажите мне, пожалуйста, почему я вор? Я понимаю, что картину из музея украсть – это все равно, что церковь сжечь. А паскуда эта, которая картина эту хранить должен, он ее ворует. Эта тема про Эрмитаж не фуфло. Там действительно копии вместо подлинников висят. Я хочу, чтобы ты предотвратил вывоз за рубеж одного такого холста. Затем, как мы помним, Барон сообщает местоположение картины Колбасову, понятно, пускает его по ложному следу и умирает. Где, собственно, в свою очередь, сами события изменяют свое направление. Если раньше повествование двигалось через диалоги в ограниченном пространстве, то уже сейчас история предлагала остроту событий в виде погонь и своего рода риска для главного героя. Но вернемся чуть назад. После смерти Барона состоялась действительно забавная, но очень интересная сцена с точки зрения актерской игры. Тебе не ордена носить. Тебе хвосты верблюдам закручивать. Наломал дров? Сам расхлебывай. Не смотри, если не расхлебаешь. Ведь Барон раковый был. А ты что, не знал? Я тебе что, не говорил? Еще такое выкинешь? Будешь не в ЭРБ штаны просиживать, а пойдешь участковым лямку тянуть. Самый говняный участок. В погоне за сенсацией найти картину и показать, что творится в Эрмитаже, происходит следующее. За Обнорским антибиотик устраивает охоту. Перед смертью Барон просит найти журналиста его женщину. Ведь пока картина у нее, она в опасности. И здесь авторы от себя добавляют, что главный герой далеко не Бэтмен. Несмотря ни на что. Который, как и другие, склонен к ошибкам. Впоследствии чего, как казалось изначально, ту самую женщину убивают. Также в первом сезоне, именно во втором акте повествования, появляются несколько интересных персонажей, которые будут фигурировать и в следующих сезонах. Правда, кого-то раскрывают, а для кого-то этот этап оставляют на потом. Когда Обнорский теряет своего друга и уезжает в Москву, за помощью к своему сослуживцу Вихренко нас знакомят с московским крестным отцом Гургеном, блестяще сыгранным Арменом Джигарханяном, который, вроде как поймав Обнорского, должен был его отдать на растерзание антибиотику. Гевич Верхадзе, более известный в Москве как Гурген, вовсе не страдал сентиментальностью и, вспоминая прошлое, не забывал о настоящем. Гурген понял, что журналист Серегин, которого так ищет Витька антибиотик, каким-то образом оказался связанным с покойным бароном. Когда уже была объявлена охота на Обнорского, нас знакомят с весьма колоритным персонажем в лице Черепа, который работал на Палыча и объявлялся он только в самых крайних ситуациях. Однако об этом персонаже, впрочем, как и антибиотике, мы поговорим в следующем акте повествования «Адвокат». Ну и, собственно, уже ближе к финалу, нас знакомят с майором Ропа Никитой Кудасовым. Данный персонаж появится в девяти сезонах из десяти возможных. Правда, в первых двух Кудасов появляется всего несколько раз. Ну а по завершению разбора первого сезона «Бандитского Петербурга» разберем концовку и подведем итоги. В пятой серии Обнорский еле уносит ноги из Питера, от людей Палыча и уезжает в Москву, чтобы найти женщину-барона, вернуть картину в Эрмитаж и рассказать о том, о чем другие даже не догадываются. По приезду в Москву Обнорский заглядывает к своему сослуживцу Сергею Вихренко и рассказывает, что с ним случилось. Ну и долго собираешься прыгать? Пока не поймают, так тебя все равно поймают. Судя по нашему шухеру, ты серьезных нам людей раздразнил. Это ж надо было так в Питере насрать, чтобы в Москве завоняло. Позже Обнорский находит ту самую женщину-барона, договаривается приехать с ней в Питер, забрать картину с дачного поселка и сдать куда следует, чтобы вывести жуликов, которые ее похитили, на чистую воду. Буквально в это же время на женщину-барона Ирину выходят и люди антибиотика, и также понимают, что картина именно у нее. Далее нам показывают Гургена, который размышлял на тему того, а стоит ли сдать Обнорского антибиотику. Ведь Гевич Верхадзе знал, где находится Обнорский на данный момент. И удовлетворив он просьбу Палыча, кто знает, как бы повернулись события. В итоге Гурген поступает по-другому. Ты мне неправду говоришь, но ничего, я тебя отпускаю. Память о Юрке барону я обязан. А долги возвращать надо. Никто не может сказать, что Гурген не возвращает долги. Вас зовут Гурген? Люди должны помогать друг другу, понимаешь? Скажу сразу, я книгу не читал, но с некоторыми моментами знаком, потому как по ходу создания видеоролика кое-что вычитывал. И как сказал один подписчик моего канала, несмотря на удачное исполнение первых двух сезонов, даже в бароне и адвокате было упущено несколько важных моментов из книги, один из которых это мотивация Гургена и то, как Гевич Верхадзе и Виктор Палыч ненавидели друг друга. К примеру, в сериале нам показывают, как Гурген отпускает Обнорского, который каким-то образом был связан с покойным бароном. Ведь когда-то давно барон спас жизнь Гургену, где впоследствии армянский вор в долгу не остался. Гурген, прости, можно тебя на минуту? Кто? Спасибо, Юра. Век не забуду. Доведется тем же отплачу. Только дай бог, чтобы не довелось. Однако в книге прописали еще один момент, а именно, как в далеком прошлом, приблизительно в 60-70-х годах в воркутинских лагерях встретились Гурген, барон и антибиотик. При изначальном варианте сценария я планировал полностью рассказать об этой сюжетной линии, так как она довольно интересная, с отдельным хронометражом в целых 15 минут. Однако, уже во время монтажа я решил вырезать этот фрагмент. И не потому, что авторские права, а скорее по той причине, что данный фрагмент не подходил к формату данного видео. Ну и собственно, когда на канале откроется рубрика «Психоанализ и разбор персонажа», я об этой истории расскажу лучше там. Так как отдельных персонажей в Бандитском Петербурге очень много, о которых, собственно, разговор и еще впереди. Если же коротко о истории в Иркутинских лагерях, то скажу так. Встретились там как-то барон, гурген и антибиотик. У гургена статус был повыше, как у воров в законе, и антибиотика такое положение дел явно не устраивало, и он решил подстроить убийство гургена. Однако барон узнает об этом и спасает армянского вора в законе. И этот фрагмент мы видели в сериале, когда гурген и барон решили созвать весь сходняк, чтобы антибиотик ответил по закону. Вечером того же дня на зоне устроили шмон, а уже наутро выяснилось, что Витьку антибиотика перевели в другой лагерь, что не могло не вызвать подозрений. И барон, и гурген понимали, что в случае сходняка на их слово будет слово антибиотика. И в связи с этим решили оставить все как есть, не подавая виду при этом. Так, собственно, и зародилась вражда у антибиотика с гургеном и бароном. И действительно очень странно, что ни в приклах, ни в ответвлениях об этом не упоминается даже в дальнейших событиях сериала. Ведь при просмотре было ясно, что гурген и антибиотик недолюбливают друг друга. Но что, как, зачем и почему – непонятно. И, к слову, это далеко не единственное упущение в сериале. Да и то, как все начиналось, также для зрителя, незнакомого с книгами, остается в тумане. Да, мы знакомы с историей Обнорского за счет сериала «Русский перевод». Мы знакомы отчасти с историей Барона через сериал «Экспроприатор», который основан на романе Андрея Константинова «Юность Барона». Хотя сам сериал никакого отношения к бандитскому Петербургу не имеет. А вот о многом другом мы явно не знаем. Ну да ладно, с этим, думаю, разобрались. Вернемся к самому сериалу. После того, как гурген отпускает Обнорского и Серегу, они отправляются с женщиной Барона Ириной к их дачному домику за картиной, где Вихренко и Ирина едут одним рейсом, а Обнорский другим. В это же время Палыч при помощи черепа вычисляет что и как и отправляет своих людей к тому же домику. Один из подручных Палыча являлся стукачом Степы Маркова. И именно благодаря этому Марков и Кудасов по дороге перехватывают Обнорского и спасают ему жизнь, сами того не подозревая. Потому как в этот же момент на дом Ирины напали люди антибиотика, в котором уже находились Ирина и Сергей Вихренко. В итоге одного из бандитов Сергей убивает, а после и сам ловит пулю. Двое других пробрались в дом, связали Ирину и все же добрались до картины. Однако в тот же момент сработала смертельная ловушка Барона, и его дачный домик взлетел на воздух, как и все, кто там находился. В этот же момент к месту пожара прибыли Обнорский, Марков и Кудасов. Однако место пожара уже было оцеплено, и история логически подходила к своему завершению. Ну а после этого пожара парень, если не совсем больной, молчать будет. Соображать надо, Вова. Кончилось все. Концовки некоторых сезонов Бандитского Петербурга тем и отличаются, что они драматичны, депрессивны, однако при этом правдивы, где нет места счастливому финалу и излишней наигранности. Все как в жизни. Бандитский Петербург – это серьезное кино, однако, как я уже сказал, порой до боли правдивое. Исходя из этой истории, скажем так, антибиотик обзавелся личным врагом в лице Обнорского, сам Обнорский в дальнейшем обзаведется другом в лице Кудасова, но имеется еще один любопытный факт. Немногие знают, что барон и адвокат проходили буквально в одно и то же время, но об этом мы еще поговорим. Что же касается Обнорского в исполнении Александра Домогарова, то скажу так, сыграл он его неплохо, даже более чем. Если же говорить о мотивах, то здесь все просто. Журналист почуял, что пахнет жареным и погнался за сенсацией. Ну и, собственно, без благородных побуждений также не обошлось. Если же говорить по итогу, то бандитский Петербург – барон я оценил на твердые 8,4 из 10. Ну а мы в свою очередь переходим к заключительному этапу повествования. Второй сезон «Бандитский Петербург. Адвокат» был основан на самых первых книгах Андрея Константинова из цикла «Адвокат и судья». Если же говорить о сериале, то это действительно тот случай, когда второй сезон на голову оказался лучше первого, что случается далеко не часто. Как правило, у большинства гангстерских фильмов и сериалах в центре основы весьма простой и незамысловатый сюжет. Однако в «Адвокате» ситуация в корне другая, где, собственно, присутствует весьма нетипичная, действительно интересная и не одна, а сразу несколько сюжетных линий в центре основы данной истории. А визитной карточкой для узнаваемости сериала послужил, конечно же, гениальный саундтрек, слушая который, даже спустя столько времени, ты будто бы возвращался вновь и вновь в город, которого теперь точно нет. Успех «Адвоката» это во многом заслуга создателей Бортко и Константинова, которые в процессе не стали далеко уходить от канона, лишь обойдя стороной несколько важных моментов, одним из которых является встреча Барона и Олега Званцева в «Крестах», ведь, как я и говорил ранее, события Барона и «Адвоката» развиваются почти что параллельно. А про замечательный актерский состав забывать также не будем. Впрочем, разговор о персонажах еще впереди. В общем, обо всем по порядку. Во втором сезоне «Бандитский Петербург. Адвокат» история берет свое начало в Ленинграде в 1982 году, где нас знакомят с тремя главными героями в лице. Сергея Чилищева, которого играл Певцов, Олега Званцева, которого сыграл Серебряков, и Екатерина Гончаровой в исполнении Ольги Дроздовой. С самых первых минут можно обратить внимание на невероятное развитие любовного треугольника, ведь Сергей и Олег оба влюблены в Катю. Хотя и являются лучшими друзьями. Но вот незадача. В самом начале Катя сообщает. А у меня завтра свадьба. Приглашаю. Шутка, смеяться надо. Какая свадьба? Затем авторы демонстрируют отчаявшихся друзей по понятным причинам, где после нас перебрасывают на 10 лет вперед, а именно в 92-й год. Отдельные события каждого из главных героев складываются следующим образом. Олег вроде как погиб в Афганистане, а Катя выскочила замуж и пропала с поля зрения, переехав с Питера в Москву. А Сергей еще с 80-х годов работает в прокуратуре Санкт-Петербурга. Собственно, Челищев и является главным лицом в данной истории. Также стоит обратить внимание на упоминаемого Челищевым Сашу Сибиряка, который еще в первом сезоне убил друга Обнорского Женю Кондрашова. Однако позже, как мы узнаем, злодея все же поймали. А сама же завязка истории разворачивается в тот момент, когда Челищеву сообщают о том, что его родители были жестоко убиты. Данная сюжетная линия рождает достаточно неплохую детективную составляющую, в ходе которой Челищев начинает копать. Отсеивая один вариант за другим, попутно с его расследованием все доходит до того, что главного героя увольняют из прокуратуры, который после подается в адвокаты. Также параллельно с этими событиями в кадре сперва появляется гусь, который просит подозреваемого взять убийство родителей Челищева на себя. Однако позже по странным обстоятельствам этот самый подозреваемый творит херню на следственном эксперименте и погибает. Сейчас, Миша, потерпи, доктор сейчас приедет. Я не, я не убивал. А затем между этими событиями в кадре мелькает и Палыч. Да и многие ниточки, исходя из расследований Челищева, вели как раз-таки к антибиотику. Но на тот момент Челищев Палыча пока не знал. И вот в один прекрасный момент, находясь в крестах по адвокатским делам, Челищев встречает совершенно случайно своего старого друга. И уже этот момент дает старт событиям третьей сюжетной линии. Так, проходим. Вперед. Олег? Не может быть. Он же погиб в Афгане восемь лет назад. Здравствуй, Сергей. Ты жив? Жив, как видишь. Почему ты в тюрьме? Про адвоката слыхал? Ты адвокат? Чем я могу помочь? Запомни телефон. Как я уже говорил ранее, в сериале присутствуют три сюжетные линии. В первой развивают взаимоотношения Кати, Сергея и Олега. Во второй детективная составляющая с убийством родителей Челищева. Ну и в третьей это события внутри ОПГ. После просьбы Олега Челищев звонит по указанному номеру телефона, где встречается с людьми, которые отвозят его по одному адресу. И неожиданно для себя Сергей встречает там Катю. И с этого самого момента все три основные сюжетные линии уже по ходу будут пересекаться между собой, влияя при этом напрямую на основные события. По ходу разговора Челищев узнает, что уже как 4 года Катя и Олег муж и жена, и что они состоят в преступной группировке. А Олега в свою очередь подставили и определили в кресты. Катя просит помочь Челищева и принять ее предложение. Однако если Сергей согласится, пути назад уже не будет. Мне нужен человек, которому верил бы Олег и доверяла бы я. Челищева что-то подталкивало на мысль о том, что он стоит на пороге чего-то важного, переступив который обратной дороги может уже и не быть. Главный герой принимает предложение Кати и вступает в ОПГ. И не только для того, чтобы помочь друзьям, но и возможно приблизиться к тайне смерти своих родителей. Ведь став частью криминальной системы, это будет сделать уже куда реальней. Поэтому мотивация главного героя думаю понятна. Ладно, я согласен. Также прошу обратить ваше внимание на психологическую составляющую данного повествования. Когда чилище вступает в группировку, нам отчетливо показывают преображение главного героя. Сперва по смене имиджа, а затем и его удивление от представленной ему бандитской роскоши. И первая сторона медали бандитской жизни была показана очень точно. Когда главному герою предоставляют дорогой Мерседес и первые несколько тысяч долларов, его радости не было предела, хотя с другой стороны чилищев и понимал, что за это возможно придется заплатить кровью. Также в адвокате очень круто были продемонстрированы разборки и бандитские стрелки, которые смотрелись очень реалистично. Без дебильного голливудского пафоса, а отдельная манера переговоров придавала некоторым сценам антуража, будь то базар по фене, он же пидор, цветной, он людей допрашивал. Чилищев работает на нас, причем неплохо, как бы все так работали, не надо было пацанам лишний раз подставляться. Да он грот мутный, запалит нас, пусть даже он там по фене базарит, все равно мусорскую харю ты не спрячешь. Попридержи жало, ты бы так лучше с Меринами разбирался. Ты, Миш, в это последнее время перед фраерами понты кидаешь. Или интеллигентный разговор криминальных авторитетов. Вообще подобных сцен в сериале хватает, но почему-то более запоминается именно стрелка с чеченами за счет своей напряженности и в тот же момент некой разбавленности напряженной атмосферы. Надо стрелку с чеченами забивать. Ну вот, а теперь давай решим, как ты будешь с чеченами себя вести. Что предъявишь? О чем умолчишь? Дело-то серьезное, опасное. Ну не мне же, понимаешь, старику на стрелке ездить, людей смешить, е-мое. сейчас все ляжем. Один вопрос, Иса. Как ты думаешь, много шакалов в городе обрадуется, если мы тут друг друга перестреляем? С теми погаными шакалами мы разберемся. Считай, что их уже нет в городе. Ладно, забирайте своего Либмана. А лично для тебя, вот, это как меня найти. Приятно было пообщаться с мужчиной. И именно в Бандитском Петербурге на Бандитских стрелках делают весьма приземленный акцент. Не могу не сказать и о том, истории скольких персонажей нам рассказывают в сериале. Если, к примеру, в той же бригаде нам рассказывают в основном только историю одного Саши Белого, то уже в Бандитском Петербурге характеризуют и уделяют определение для зрительского понимания более чем десяти персонажам, что делает гангстерскую сагу о девяностых весьма разнообразной и далеко необычной. К примеру, когда Чилищев сперва встречает Олега в крестах, а затем и Катю, было не совсем понятно, что случилось с первым мужем Кати, ну или как Катя и Олег оказались в группировке Палыча. Однако, чуть позже, в третьей и четвертой серии, в виде, стоит признать действительно интересных флэшбеков, нам рассказывают предысторию Кати, ну и немного Олега Званцева. Когда у Кати в 88-м году подозрительным образом погибает первый муж в автомобильной автокатастрофе, Гурген и его люди начинают выбивать из Кати незакрытые долги покойного Вадима Гончарова. Затем Катя просит Олега помочь, которые уже встречались четыре года назад. И на данный момент белый адвокат, именно такое погоняло было у Олега Званцева, уже состоял в группировке антибиотика, а именно все в том же 88-м году. В общем, Катя просит помощи у Олега, который с Питера срывается в Москву, чтобы защитить девушку от хулиганов. Ну и, конечно же, защитить было очень мягко сказано, потому как обидчиков ждала нелегкая участь. Что от девочки хотели? Кто послал? Да идите вы нахрен, козлы, кобздец вам! Понял, падла? Вас все равно из-под земли достанут, и я вам шкуру с жопы снимать буду. Зажарю, как свинью! Кто послал? Вам не жить! Гурген вам очко всем козлам поразрывает! Живием закопает сон! Доктор, заткни его! Зря ты так, можно было еще поговорить. Извини, босс, не понял. Когда Олег привозит Катю в Питер и обо всем рассказывает Палычу, да, веселенькие истории ты на ночь рассказываешь, совсем не жалеешь старика. Прошу обратить внимание на далее состоявшийся без преувеличения гениальный диалог старых воров в законе антибиотика и гургена, где интеллигентная речь ну просто зашкаливает. Возвращаясь к основным действиям сериала в 92-м, после череды некоторых событий главного героя бросает во все тяжкие. Сперва Олег выходит из крестов и сообщает Чилищеву. Тебя прямо не узнать. Я рад, что все кончилось. Нет. Все только начинается. Знаешь, кто меня в твою му посадил? Антибиотик. Затем уже сам Чилищев совершает первое жестокое убийство, пускай и в целях самообороны. Именно в этот момент Чилищев полностью осознал суть обратной стороны бандитской медали. Но на этом сюрпризы не закончились. После внезапного ареста Олега Степа Марков сообщает Чилищеву о том, что это люди Званцева убили его родителей. Ровно то же самое несколько позже повторяет Игурген в более подробном свете. Я хочу тебе рассказать как умерли твои родители. Твой отец не знал меня. Он знал Габриловича и они с ним работали. А Витьке антибиотику это не понравилось. И он подослал людей к твоему отцу. Это были люди адвоката. Первого адвоката Званцева. Разговор не получился. И Витька велел убить твоего отца. И они его убили. И маму твою убили. Значит Олег Катя значит они не только знали. Кровь можно смыть только кровью. Вот это запомни. Далее Чилищева от непонимания сложной ситуации бросает на дорогу крови и мести, который по сути оказался небольшой фигурой на поле внутренней борьбы меж гургеном и антибиотиком. Ведь задачей первого было как раз таки стравить Палыча и двух адвокатов. И с этого самого момента повествование начинает двигаться в несколько другом направлении. Жажда мести не оставляла Чилищева, который решает поквитаться со всеми, кто мог быть причастен к смерти его родителей. В этом спектакле небольшая роль подлеца Гомосека была предоставлена и нашему брату Сухорукову. Однако и скорая смерть на дне реки была также не за горами. Любишь медок, люби холодок. Затем будет сразу два покушения на Чилищева и гибель действительно добродушного персонажа в лице доктора. Из-за собственной паранойи во всем этом поначалу главный герой почему-то винит Палыча, где собственно звучат одни из легендарнейших фраз культового персонажа. Ты Сереженька и впрямь все мозги свои пропил. Учишь вас молодых, а вы все одно на нас стариков норовите с прибором положить. Когда антибиотик выяснил, что за покушениями стоит Мишаня, он взывает весь воровской коллектив для решения общей проблемы. Мишанечка, как сам-то? Не видел тебя давно? Но ты куда пропал-то? Уважил бы старика. А вот и Мишанечка подъехал. Тебя ждем, начать не можем. За что, босс? Ты че натворил? Пес смердячий. Чего натворил? И конкретно в этой сцене стоит обратить внимание на истинные ценности криминальных лидеров. Ну или проще говоря воров и авторитетов. Когда Мишаню вывели на чистую воду и речь зашла о покушении на адвоката и убийстве доктора, так называемый коллектив еще что-то там решал. Но как только выяснилось, что Мишаня крысил бабло, так сразу общественное мнение проголосовало за то, чтоб Мишаню на перо посадили. Здесь как бы общая картина о каких-либо ценностях налицо. Ты, Миша, коллектив кинул, проблемы нам принес. Коллектив тебя за это накажет. Он во всех продаст этот мусорок. Уже приближаясь к финалу сегодняшнего разбора, думаю, стоит немного поговорить и о персонажах в бандитском Петербурге. И учитывая их количество, я пройдусь лишь по тем, которые запомнились лично мне. Как я уже говорил часом ранее, во втором сезоне для съемок привлекали настоящих бандитов для правдивости образов. И от незнания некоторых актеров можно было спутать с настоящими бандитами, а именно таких, как Владимир Литвинов или Александр Большаков, не говоря уже про Алексея Серебрякова и Льва Борисова. Я думаю, немногие поспорят, что антибиотик является лучшим персонажем, по крайней мере в первых двух сезонов, где чуть ли не каждая с ним сцена это без преувеличения шедевр. Ведь мимо цитат Виктора Павловича, я уверен, ни один зритель не пройдет. Это же меня стреляли в меня стреляли мудак! Виктор Павлович, пойдемте в машину. Старые люди всегда говорили живи и жить давай другим. В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме. А можно ворвать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипед. Это я тебе конкретно говорю. Персонаж получился настолько колоритным, что идеальное сочетание сочувствующего дедушки и беспощадного криминального лидера уместились в едином образе. Что-то часто в нашего Сережу в последнее время стрелять начали. Да ведь они и попасть могут. Почему у этой суки на стрелке оказались наркотики? Почему мусора начали стрелять в Чилищево? Что происходит? Алексей Серебряков и Дмитрий Певцов также выложились на все сто. Серебряков очень органично смотрелся в образе бандита и одного из главных персонажей, где чувствуется очень удачное попадание в роль, а Певцов сумел передать характер своего героя как следует. Да и образ черного адвоката, на мой взгляд, является таким же культовым, как и образ Саши Белого. Далее у нас идут Гурген, Череп и Толя Доктор. Один из главных противников Павыча, Гивич Верхадзе, он же Гурген, появляется к огромному сожалению всего несколько раз. Однако этого вполне хватило Армену Джигарханяну, чтобы блеснуть своей харизмой. Да и примечателен тот факт, что закадровый голод Джигарханяна вы можете слышать в конце каждого из моих роликов. Как говорится, легенды не умирают. А помнишь, как ты меня гонял? Так я это... Ну да, работа такая, да, а я всю жизнь тут мотаюсь, и никто мне сам косточку не даст. Так я это... Теперь как я, а? Толя Доктор преподносится, пожалуй, одним из самых добродушных персонажей, момент гибели которого его становится жалко не менее остальных. Слышь, кобыла, пошла отсюда. Сам пошел козел. Ну и собственно череп. Уже этот персонаж почему-то вызывал всегда некое опасение. Доверенное лицо антибиотика зачастую появлялся в самый необходимый момент и решал весьма сложные вопросы. Жестокий в прошлом грушник в лице черепа наводил ужас порой даже на тех с кем работал. Да и сам Павыч дышал к этой персоне неровно. Уж слишком много жизней погубил на первый взгляд безобидный лысоватый мужчина. Ведь как говорится неизвестно спугает. Знаете персонаж черепом не чем-то напоминает старого друга из детских кошмаров улицы Вязов. Только натуралистичной шляпы и полосатой кофты не хватает. Пойди закончи там с девушкой. Упорный молодой человек. Ну ничего он нам все расскажет. Разденьте его и привяжите к кровати. Никто не знал где и когда нашел антибиотик этого человека. Поговаривали, что когда-то он был офицером то ли КРУ, то ли КГБ. Возможно это были просто легенды и слухи, потому что никто, кроме Виктора Палыча, не знал ни настоящего имени черепа, ни его прошлой жизни. Начальника контрразведки антибиотика слишком боялись, чтобы интересоваться фактами его прошлого. Не могу опять же не упомянуть режиссера первых двух сезонов Владимира Бортко, чья заслуга также немалая в плане актерской игры, ведь как мы с вами знаем, когда Бортко ушел с поста режиссера в следующих сезонах, даже Лев Борисов был уже не так хорош, не говоря об остальных. Но вернемся к разбору сериала. Когда Чилищев убивает Мишаню, он вновь продолжает идти по дороге мести, ну или просто творить херню. Думая, что и Катя могла быть причастна к смерти его родителей, главный герой ее подставляет, подбрасывая наркотики и по сути отправляя Катерину в кресты собственными руками. Помимо прочего, Чилищев еще и стрелку запорол, а узнай об этом Палыч адвокату не жить. Однако Катя Сергея не сдает и когда Чилищев об этом узнает, он понимает, что допустил роковую ошибку. Далее нам демонстрируют очень сильную драматическую сцену, в которой молчание сильнее тысячи слов. В тот же момент белый адвокат готовился уже выйти с крестов и отправил Маляву Чилищеву, однако которая, как ни кстати, попадает в руки к Палычу. Серый, здравствуй. Через надежную оказию срочно дай ответ, что за тема у Кати. Я чувствую, что витамин гнет свое. У меня остались ты и Катя. Никому больше не верю. Антибиотик, конечно, догадался, что под витамином имеется в виду он. Но дело было не в этом. В мятом обрывке бумаги Виктор Палыч усмотрел две нехорошие тенденции. Явно выраженное недоверие к своей персоне и отчетливое стремление к сепаратизму, к выходу из-под контроля. Но Виктор Палыч потому и считал себя умным человеком, что предпочитал упреждать неприятности, возможные даже в отдаленном будущем. Потому и дожил до своих лет. Нет, пацаны, щеглы бы еще. Палыч, зная о любовном треугольнике стравливать двух адвокатов, дабы не приведи Господь чего, отправляя в кресты гонца с весточкой о том, что, мол, пока ты сидел, твой друг с твоей женой зря времени не теряли. Антибиотик понимал, что после такого в живых останется только один, однако на то и был расчет. Про сам же любовный треугольник я особо говорить не стал, так как не являюсь любителем подобных сценарных закруток. Однако именно в адвокате данная сюжетная линия не раздражает и самое главное не выходит на передний план. В общем, после выхода из крестов Олег забирает Челищева и увозит того в загородный дом, чтобы расставить все точки на ты. Однако план Палыча не срабатывает и адвокаты впоследствии сходятся в общем мнении устранить антибиотика. В том же разговоре также по сути закрывается и детективная сюжетная линия с убийством родителей Челищева. Изначально я планировал вставить сцену Олега и Сергея, однако позже передумал, так как она чересчур длинная. Если же коротко, то скажу так, Олег рассказал правду Челищеву о смерти его родителей, где виноватый был уже давным-давно наказан. Но ни он, ни антибиотик, ни тем более Катя были не при делах. Вот теперь слушай внимательно, урод. Я в квесты залетел недели за полторы, как Костя молоток. Твоих родителей Акатька вообще ничего не знала. Никто убивать твоих родителей не хотел. Антибиотик, когда узнал, что два трупа в квартире осталось, так этого Костя по всему городу искали, как нашли, так сразу и кончили, придурка. Туда ему и дорога. И я я Палыча не оправдываю, но тогда ему точно этого не нужно было. Впоследствии чего адвокаты сходятся во мнении устранить Палыча, который изначально хотел их стравить. Палычу все равно конец. Я его убью. Кстати, ты ведь тоже хотел Палыча замочить? В первую очередь. Затем адвокаты устраивают все так, будто бы Званцев погибает, а Чилищев остается в живых. После чего Катя выходит из крестов и Сергей готовит компромат на всю империю Палыча в двойном экземпляре. Попытки устранить антибиотика ничем не закончились. Степа Марков тоже погиб, которому Чилищев должен был передать компромат. В итоге оставалось два варианта. Передать папочку в центр связи для прокуратуры, что Чилищев и сделал, и позвонить своему старому знакомому, который также имел зуб на Палыча. И здесь мы можем наблюдать за действительно одной из легендарнейших Андрей Абнорский закончил восточный факультет университета и на какое-то время исчез на Ближнем Востоке. О работе там он никогда не рассказывал, а вернувшись стал писать на криминальные темы под псевдонимом Серегин. Чилищев знал Абнорского еще по университетской сборной. И Чилищев знал его характер. И рассказывая Абнорскому об антибиотике Чилищев был уверен, что азарт и цепкость не оставят его равнодушным. Ну вот и все. Более подробно все изложено здесь. И запомни, это не информация, это бомба. Тот экземпляр, который Чилищев отправил в центр связи в итоге попадает в руки Вощанову. Да, к тому самому. А Вощанов передает их антибиотику. Ах ты, сучонок. Ах, сучонок. И Палыч объявляет охоту за Чилищевым и Званцевым, когда узнает, что старика развели и белый адвокат на самом деле жив. Эх, сучат. Ну, сучат. Итоги концовки данной истории мы все с вами помним. А мораль в ней простая. Главный герой, потеряв родителей, шагает в криминальный огонь с целью докопаться до истины. Правду он, конечно, узнает. Но за это в этом же огне и сгорает. И сгорает не один. Бандитский Петербург адвокат весьма правдивый сериал. Без какой-либо романтики. Ведь концовку истории адвокатов я не думаю, что кто-то из пацанов захотел бы повторить. И моя ему оценка 8,8 из 10. Сын, спасибо. Ты заходи. Если что.